В четвертый раз детский лагерь «Юноармеец» открывает свои двери, чтобы принять участников традиционного фестиваля спорта и искусства «Дружба без границ». Перед торжественным открытием фестиваля исполняющему полномочия главу округа Сергея Горелову провели экскурсию по лагерю. Сегодня в «Юноармеец» побывал первый раз. Очень понравилась, во-первых, огромная территория, почти 28 гектаров. Кстати, территория очень ухоженная. Мы должны поддерживать не только экономические связи, но и связи в культурном плане. Мы должны, чтобы наши дети общались с детьми из городов-побратимов, а тем самым понимали, что мир не имеет границ. В этом году соревноваться будут 15 команд из городского округа Щелково и Звездного городка, а также из наших городов-побратимов. Белорусского Гродно, Словенского Цели и Ахтубинска. На площади нации в лагере на торжественное открытие собрались все участники. Здесь приятная атмосфера, здесь все успешные, хорошие ребята, с которыми можно приятно пообщаться, провести время. Ну и в принципе, мне здесь очень нравится. После церемонии открытия с участниками пообщались руководители городского округа. Ребят, вы заметили, значит, самые сильные сказали девчонки, а самые дружные сказали ребятки. Какие у вас планы на фестиваль? Победить всех! Три страны-участницы и три муниципалитета из России. Порядка 500 ребят запомнят три дня фестиваля на всю жизнь. После торжественного открытия началось первое испытание. Конкурс на лучшую эмблему и визитную карточку команды. Фестиваль открыт. И теперь ребятам предстоит не только встретить новых друзей и хорошо провести время, но и побороться за звание самой творческой и спортивной команды. Не помеха для этого даже языковой барьер. У нас еще все впереди, и еще мы здесь были несколько дней. Главное не победа, а главное участие. И мы рады, что мы попробовали себя здесь. И то, что самое главное, да, не победа, а участие. Мы самая маленькая команда, самая младшая. Нам все аплодировали, это была огромная поддержка, мотивация для нас. Программа фестиваля по традиции разделена на две части – творческая и спортивная. Уже следующим утром ребята состязались в нескольких видах спорта – в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. Сегодня здесь вы все покажете свое спортивное мастерство. Но уже вчера на открытии четвертого международного фестиваля мы говорили, что самое главное – это дружба без границ. Состязаться ребятам предстояло в мини-футболе, беге, дартсе, стрельбе из электронного оружия, прыжках в длину и перетягивании каната. Как известно, в спорте языковый барьер точно не помеха, и ребята из Словении справились на ура. Для нас здесь не тяжело, потому что мы не только приехали здесь победить, мы приехали здесь дружить и узнать новых друзей. Поэтому наша цель – победить этот фестиваль, мы только дружить. Кажется, просто на наделе совсем не так. Здесь все зависит не от одного человека, а от работы целой команды. Чем лучше она справится, тем лучше будет ее результат. Каждая победившая команда заняла заслуженное место на пьедестале и свои призы. Фестиваль продлится еще один день, и мы обязательно расскажем вам о его итогах. Екатерина Сусенко, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».